С 1 ноября в стране вырастет бюджет прожиточного минимума. Размер показателя в среднем на душу населения достигнет 367,79 рублей. Это автоматически ведёт к росту различных надбавок отдельных социальных выплат. Напомним, БПМ пересчитывают ежеквартально следующее изменение 1 февраля. Белорусская цементная компания достигла рекордных показателей по экспорту. Реализовано более 2 миллионов тонн товара. До санкционного давления цифра была меньше. В этом году предприятия холдинга поставляют продукцию только в Россию в планах открытия торгового дома. В Беларуси пройдёт первый женский чемпионат по хоккею «Старт» 30 октября на Олимпик-арене в Минске. Для участия будут сформированы три команды по географическому принципу – столичный регион, западный, центральный, северный и восточный. Зрителей ждёт 4 недели игр по одной осенью и зимой, две весной. Всего 16 матчей за сезон. Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными на дорогах из-за погодных условий. Дожди и туман осложняют обстановку на проезжей части. Водителям рекомендуют не совершать резкие манёвры, выбирать безопасную скорость. С особой осторожностью двигаться на продуваемых участках трасс, путепроводах, закруглениях и пешеходных зонах. В системе ЕРИП на 28 октября запланированы технические работы. С часа ночи до 7 утра пользователи не смогут совершать некоторые операции. Напомним, система расчёт создана Национальным банком Беларуси для упрощения организации приёма платежей от физ и юрлиц. Постоянное пользование введено в 2008-м.